Так долго ждем мы потепление зимой, а оно коварное, приносит с собой кучу вирусов. Январь – традиционное время подъема заболеваемости ОРВИ. Что сделать сейчас, когда риск заболеть так велик, чтобы вирусы обошли вас стороной? Говорим за отделением профилактики инфекционных болезней Алтайского краевого центра медицинской профилактики Ирина Переладова. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас в Алтайском крае? На сегодняшний день ситуация по заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями и гриппом вообще у нас спокойная. Мы не превышаем эпидемический порог. И, в принципе, уровень заболеваемости у нас соответствует средним многолетним показателям, как раз характерным для первой и второй вот этой недели, которая у нас уже идет в 2019 году. Если сравнивать с прошлым годом, больше-меньше людей болит? На уровне. То есть мы соответствуем как раз средним многолетним показателям и прошлому году в том числе. Хотя сказать, что эта ситуация будет продолжаться, наверное, это неправильно. Потому что эпидемический сезон идет, он имеет место продолжаться, поэтому мы подъем заболеваемости ожидаем. Когда он ожидается? Ожидаем подъем заболеваемости до уровня эпидемического, превышения эпидемических порогов. Это конец января, начало февраля. Ну, это традиционно связано с повышением температуры, да? Совершенно правильно. Даже не температуры. Именно с сезоном заболеваемости, характерным для вот этих заболеваний. Ну, сезон это что? Это когда дети пошли в школу? Это дети пошли в школу, это организованное обучение, посещение, долгое пребывание в закрытых помещениях. Естественно, идет циркуляция. В настоящее время циркуляция респираторных вирусов, она есть, она никуда не делась, она и должна быть. Но мы ожидаем, что сейчас, как раз то время, когда в системе мониторинговых исследований, наверное, будут уже положительные какие-то результаты. Эти исследования проводит Управление Роспотребнадзора. Наверное, должен регистрироваться уже и вирус гриппа, поэтому подождем вот эту неделю, посмотрим. Но сейчас нет, несмотря на то, что очень многие жалуются и на головные боли, на симптомы, которые характерны для и ОРВИ, и вируса. Совершенно верно. Совершенно верно. Вирусы гриппа, они являются как раз теми же вирусами, которые входят в большую-большую когорту как раз вирусов острых респираторных вирусных инфекций. Пока вирусов гриппа нет, пока болеют люди, жалуются очень многие, но и царство этих вирусов, оно очень большое. Переболели риновирусами будут, боковирусами, переболели боковирусы будут, аденовирусы и так далее. То есть, с какими вирусами человек столкнется, он может вызвать у человека в той или иной форме клиническое проявление именно острой респираторной вирусной инфекции. Пока на сегодняшний день мы регистрируем именно эту заболеваемость. Каждый год какие-то новые штаммы появляются, им дают всякие разные странные и забавные названия в этом году. Есть ли что-то новое? Будет ли? На сегодняшний день нет. Мы на сегодняшний день ожидаем обычную сезонную циркуляцию наших вирусов, которые сегодня просчитаны и вошли в состав именно штаммового состава нашей вакцины, когда мы массово прививали на средства федерального бюджета, на средства краевого бюджета, за собственные средства граждан. Поэтому, в принципе, циркуляция вирусов та же самая. H1N1 сезонный грипп, безусловно, наверное, будет циркуляция H1N1 пандемического варианта, H3N2 и вирусы гриппа B. Ирина Владимировна, правильно я поняла, что все эти вирусы, если человек привит, то он получил определенную защиту для того, чтобы не заболеть. От всех вот этих штаммов, которые вы перечислили? Да, совершенно верно. Человек может либо легко заболеть, либо не заболеть. Но если человек все-таки заболел именно гриппом, он перенесет ее именно в той ситуации, которая нам нужна с исходом. Не будет осложнений и не будет, конечно, летального исхода. Для нас это очень важно. Для этого мы и ставим прививки. А как часто бывает в процентном соотношении летальный исход? Вот в течение двух последних лет в случаях летальных исходов именно от гриппа, от пневмонии, которыми осложнился грипп, у нас в Алтайском крае не зарегистрировано. Поэтому я считаю, что это очень большая заслуга как раз вот беспрецедентная в той вакцинации, которую в течение многих лет мы проводим и в Российской Федерации, и в Алтайском крае. Обнадеживает. Скажите, пожалуйста, а вот прививка она защищает только от вируса гриппа или от ОРВИ тоже? Или человек, болея ОРВИ, он все-таки не защищен, поставив прививку? Совершенно правильный вопрос. Вы задаете правильно и его ставите. Это вакцина только против вирусов гриппа. На сегодняшний день человек, который привился против гриппа, он на сегодняшний день может болеть всеми теми вирусами респираторных инфекций, кроме гриппа, которые сегодня будут циркулировать у нас среди нашего населения. А прививка от ОРВИ бывает? Нет. А почему? Почему до сих пор не изобретено? Наверное, только потому, что эти вирусы очень изменчивы, и чтобы сегодня создать штаммовый состав вот такой комплексной вакцины, пока вот технологии еще не достигли совершенства. То есть получается, что человек, когда говорит, я поставил прививку и переболел, скорее всего, переболел другим. Да. Поставил от гриппа, переболел, предположим, какой-то из возбудителей именно респираторно-вирусной инфекции. Вот этот поезд поставить прививку, он уже совсем ушел, или все-таки еще пока можно ее поставить? Вообще, на самом деле, прививки ставятся именно в сезон, который идет вот сейчас и по настоящее время. В принципе, мы не рекомендуем ставить прививки тогда, когда Управление Роспотребнадзора постановлением главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю вводит именно карантин, ограничительные мероприятия. Чего пока нет. Чего, конечно, безусловно. Пока именно по краю, по заболеваемости нет. Однако Управление Роспотребнадзора издали еще в 2018 году, в конце 2018 года, постановление номер 5 именно как раз о введении определенных мероприятий в детских, дошкольных и школьных организованных коллективах. То есть на сегодняшний день наши родители должны быть готовы к тому, что совершенно адекватно и правильно поступят медики, воспитатели, учителя, когда увидят на уроке или, предположим, в детском садике в период пребывания ребенка или на утреннем приеме, что ребенок недомогает, ребенок болеет, ребенка, конечно, отстранят от посещения. И родители не должны высказывать неудовольствия, потому что на самом деле это гарантия того, что все остальные дети в классе, в школе, в садике, они останутся здоровыми. Чем дольше простывший ребенок пребывает в организованном коллективе, тем больше шансов, что заболеют все остальные. Поэтому на сегодняшний день очень серьезное внимание уделяется, особенно в детских дошкольных учреждениях, утреннему приему. Поэтому родители должны детей, условно говоря, передавать утром из рук в руки, чтобы медики смогли провести именно утренний прием. При необходимости измерить температуру, при необходимости опросить родителей, как ребенок себя чувствует, это ни в коем случае не должно расцениваться, как какая-то отрицательная, негативная или какая-то иная реакция. Это совершенно нормальное положение дел именно в период подъема заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Но прививку все же поставить сейчас еще можно? Прививку поставить можно, если есть определенное желание или возникают иногда критические ситуации. В период, когда мы ставили бесплатную вакцину, которая поставлена была на средства федерального бюджета, а потом вдруг получается так, что ребенка наградили за какие-то хорошие, большие заслуги, например, путевкой в лагерь «Океан». Для родителей это большая радость, для ребенка это вообще несказанное ожидание чуда. А там обязательный пункт поставить прививку, да? Это момент, что ребенок должен быть привит от гриппа. И вот тут начинается хождение по мокам. А где же теперь эту вакцину взять? А теперь вот мы уже передумали, а как же быть? А в лагерь надо? А теперь мы мнение свое поменяли. Но здесь может выручить только единственная ситуация тогда, когда родители обратятся в негосударственный прививочный кабинет и уже теперь за собственные средства привьют ребенка. Иначе ребенок, который не привит против гриппа, его просто не примут в лагерь. Ирина Владимировна, коротко о том, меры профилактики какие. Мы много раз говорили, но вот стоит ли, как многие делают, профилактически пить какие-то противовирусные препараты, бесконечно принимать? Или вот есть таблетки горстями? Нужно это делать или нет? Вы знаете как, вы правильно тоже говорите о том, что именно противовирусные препараты или таблетки это все-таки лекарственные препараты. Любые лекарственные препараты, помимо того, что они имеют показания, они имеют достаточно большой арсенал противопоказаний. Более того, каждый человек у нас имеет какой-то свой соматический статус. То есть у кого-то есть какие-то хронические заболевания, у кого-то есть какие-то определенные иные патологические процессы, которые есть в организме. Да и элементарно какие-то препараты противопоказаны при бронхиальной астме, при гипертонической болезни, при почечной недостаточности. И разобраться во всем этом многообразии поможет только свой собственный участковый врач-педиатр. Почему? Потому что он, во-первых, знает каждого человека, который наблюдается у участкового педиатра. У него есть амбулаторная карта, у него есть, как говорится, весь тот перечень противопоказаний и показаний, которые можно совместить с теми или иными препаратами. Поэтому не хотелось бы вообще в принципе решать вопрос о том, чтобы мы принимали лекарственные препараты с профилактической целью, потому что мы сами придумали. Или, например, есть хорошая, наверное, нехорошая, порочная практика, когда мы приходим в любую аптеку, в государственную, негосударственную, и начинаем пытать провизора. А вы мне дайте, а вы мне скажите, а вы мне обязаны. Во-первых, сам подход неправильный. Неправильный подход. И поверьте, в аптеках никто не заинтересован продать, лишь бы продать. Потому как, наверное, это как раз та сфера, которая осталась, ну, будем говорить, немножко свободная от того, что вот вы пришли в продуктовый магазин, берите, пожалуйста, вот вам скидки огромные, возьмите, только купите. Нет, это, во-первых, неправильно. И любой другой человек, он тоже точно так же должен трепетно относиться к себе. Надо прийти к доктору, который имеет диплом врача, который сегодня адекватно оценит состояние конкретного человека и все противопоказания. Вопрос даже не в показаниях, а именно в противопоказаниях. Спасибо, Ирина Владимировна, огромное за беседу. Будем здоровы, будем надеяться, что мы с вами встретимся и будем говорить о том, как эпидемия идет на спад. Да, да. Это была программа «Наше время». Мы говорили сегодня о том, что делать, когда риск заболевания велик с главным эпидемиологом профилактики инфекционных болезней Алтайского краевого центра медицинской профилактики Ириной Переладовой. Будьте здоровы, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова